друзья всем привет начинаем готовить селку посевной проводить небольшую модернизацию но точнее не модернизацию а приведение ее заводскому исполнению ближе у нас получается не было на ней загортачей единственное что от них по оставалось это вот такие кусочки держателей это их осталось 5 штук надо 16 по одному с каждой стороны я не знаю как можно было их так сломать вывернуть то ли назад на опущенной сдавали что их все пообломала ну и загортачей к слову ни одного не было загортачи мы заказали на заводе кубансельмаш новорождественской артем белобритский про агроканал его на ю тубе в прошлом году показывал у него такая же селка что потеряли они комплект загортачей в поле и сами изготовили ну то бишь у них рука набитая уже чтоб самим не долбаться лесопед не изобретать поехали к ним заказали такие загортачи тут же можно сказать такие же как и заводского исполнения и такие бочонки не нам поточили вот так получается вот эти бочонки стоят через них болт проходит и на нем и так загортач работает здесь еще нужно будет пластинку сделать я уже разметил на четыре отверстия и пружина пружину подобрали вроде как с мотоблока подходит но две штуки взяли на пробу сделаем промеряемся и посмотрим как работает так загортач становится небольшой есть люфтик знать почему мы решили загортачи ставить мы вообще кинули шлейф думали что и он будет справляться так за дисками семена загортаются они в земле но такой минус получается идет каточек до прикатывающие колесо и облипает по краям то есть после дисков вот эти вот бороздочки что остаются она давит как колесо давит краями а середина не придавливается загортачи получается будут к центру землю небольшой холмик делать и непосредственно уже прикатка будет его давить и семена будут задавлены сырой земле вот такие мысли поэтому постараемся все сделать непосредственно кармашки уже готовим сами по заводскому там один был можно сказать целый но не целый вывернуты по нему начертил с такого же металла все по вырезал болгаркой батя в тисках гнет я думаю получается не хуже заводского конкретно то же самое что и должно быть здесь еще контрагайку поставим ну процесс изготовления так понемножку засниму что получится ну и потом уже что получится в конце в планах есть и покрасить но не знаю если успеем если будет время то и эту процедуру выполним честно говоря очень хотелось бы покрасить вид у нее не очень ну и здесь небольшие моменты по транспортному вот выворачивает хочу усилить косыночки поделать может уголочки варить будем показывать что будем делать вот такой чипу станок типу резак такие заготовки получаются а вот уже обработанная рабе струем ну короче вот так как сюда на коленке вырезаем отмечаем и гнем одну в другую 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 сторону и получается крепление но держатели загортачей точность на надежность ну таким макаром еще надо 15 штук потом засверливать будем гнуть партия правых держателей готова ну как этого счет посверлить надо сейчас размечу по шаблончику по заводскому на керне будем сверлить это заготовка под натяжитель пружины здесь будет по четыре отверстия так часто жена будет разметить и сверлить вот такой рушлачок то натяжки на пружину но осталось по линиям его распустить станочек вещь крепление готова планочки готовы вот так у нас будет выглядеть планочка регулирует натяжение пружина вот она подпружиненный загортач ну тут колесо поднимется когда на землю станет и будет идти загребать ну походу еще посмотрим может плюс минус там подогнуть отогнуть уже когда сеять начнем так на этом дел этим дело не ограничивается еще хотим разобрать посмотреть диски получается потёрлись надо будет шайбочку регулировочную вы выкинуть чтобы они плотней шли и еще нужно будет посмотреть по чистиком мы их получается делали вы сюда вырезали регулировочные свои такие шайбочки вот под болты а по заводу здесь через него идет шпилька и гайками прижимаются внешне и отжимается внутренне от диска чистить сейчас просто почему их будем сводить краска подтерлась и чтобы между ними был минимальный зазор чтобы грязь не налипала это диски не заводские мы покупали их техники сервис ну как вообще сейчас такие да на них стоят но на первых шли еще как я понимаю итальянские они были тоненькие стали из такой у фермера здесь соседние станицы смотрели они тонкие они прям сильно сдавленные диски эти толстые поэтому они в любом случае чуть шире стоят будем смотреть собирать показывать что получится косынки то я уваривал усиление кто может помнит крючок такой делали один самодельный это для транспортного секции подвешивается варил наварил уже очень много работы с этой селкой проведено подшипники меняли высевающих и цепи новые вложено немало мне запчасти на нее дорогие вот итальянский высевающий мотор маковский стоит но по грязи она конечно превосходно сеет не забивается там где анкер не пойдет там дисковая пойдет ну все равно до идеала еще не дошли хочется лучшего продолжаем ремонт селки теперь делаю такие оси с проточками для чего они нужны и получается чистики стягивают ближе к дискам чтобы счищались дисков грязь для этого у нас без валов были чистики просто мы их ставили регулировали подкладочками сейчас решили еще и валы поставить потом уже готовый результат покажу вот принципе все гортачи установлены вот она планочка вот она кружина кармашек загортач все вроде как по заводскому если этот год все хорошо отработает на следующий год точно покрасим и сейчас как всегда собираюсь каждый год покрасить и каждый год не хватает времени меняется план всего теперь остается только посевная она уже покажет эффективность наших работ и подготовки селки